Музыка Нуждаются в том, чтобы его убирали, и работы очень много. Первая дата это 12 апреля, Пасха. К этому времени у нас должен работать фонтан на площади, и первая волна благоустройства должна пройти именно к этой дате. Прошу этого честь. Продовольственных товаров представлены всеми основными группами. Открывается все больше магазинов и представляющих непродовольственную группу. Появились российские товары на прилавках магазинов, соки, вода минеральная, масло растительное. На этой неделе мы ожидаем завоз недорогих российских моющих, чистящих. Для женщин это будет приятная новость. На прошлой неделе не наблюдалось существенного кардинального роста цены, но было на овощи, крупы, на молочку, но не такое кардинальное, как перед этим. Стабилизировалась цена у нас на сахар, яйца, снизилась цена на горюче-смазочные материалы. Есть такая угроза. Нашим предприятиям направлены доп. соглашения от имени Горгаза на повышение с 1 марта, то есть задним числом стоимости на поставленную услугу, более чем на 50%. Из-за этого, возможно, скорее всего, будет повышение цены на хлеб. Несмотря на это, предприятия, которые выпекают хлеб, оставили договоренный ранний процент выпечки социального народного хлеба, который продают Никитовские в своей сети магазины «Батон», и в Орловске, и пекарня на проходных своих предприятиях. В Квачино 3700 человек гуманитарной помощью адресной. Основные наши благотворители за эту неделю – это фонд Рината Ахметова, штаб «Поможем», который работает сейчас бесперебойно в максимальном своем режиме, и более того, рассматривается вопрос открытия второго пункта уже. Также врачи без границ, частные предприниматели города, которые завезли 25 тонн продуктов и самостоятельно развозят по отдаленным районам, тоже оказывают адресную помощь в четком взаимодействии с нашей администрацией. Красный Крест благотворительный фонд, гуманитарный пункт формации, волонтеры Горловки, фонд «Новороссия» и жители Югры. То, о чем я говорила на прошлой неделе, благотворительная организация, французский благотворительный фонд подписал проект, Еврокомиссия утвердила этот проект, и с 1 апреля у нас будет в городе запущен проект, рассчитанный на 3 месяца. Поставки будут продуктов питания для пищеблока в горбольнице 1, 2, 3, и ТМО «Семья и здоровье», то, что мы говорили, питание на 2800 калорий, и также ваучер на медикаменты для беременных женщин и детей до 5 лет, в котором участвуют центры 1, 2, 3, 4 центры наши медицинские. На данный момент подписывается договор и выстраивается технологическая схема работы по бесперебойному обеспечению медикаментами и продуктами. Значит, сегодня будет проведено совещание с грузоперевозчиками, проведется личная беседа с каждым о том, чтобы максимально жители города подключались к обеспечению города гуманитарной помощи. То есть каждый должен внести свою лепту, поддержать город. Сказать слова благодарности по вопросу проведения субботника в действительности, как никогда. Вышли 21 марта, многие откликнулись у нас только по городу, порядка 199 предприятий, которые участвовали в проведении субботника. И по численности горожан приняло тоже такое немалое количество, порядка 11 с лишним тысяч человек. Вывезли, как никогда, надеялись, что у нас работало 12 единиц техники, которая в этот день вывозила, старалась вывезти все накопления, которые мы соберем после зимы. Все это организованно производилось, но в то же время, как вы видите по констатации фактов, что в действительности мы не уложились в субботний день по всем объемам. Просто не ожидалось, что столько будет, как говорится, мусора. Планировали мы по две ходки сделать, но немножко, чуть больше было, как говорится, накоплений. Но за вчерашний день все эти промашки, которые мы не доработали в субботний день, за вчерашний день они силами простора и ряда предприятий были, как говорится, устранены. И на сегодняшний день те накопления, которые были подготовлены в мешках, все было за вчерашний день доработано. Что касается здесь, в целом я хочу сразу заверить, что 4 апреля мы не должны обольщаться, что субботник прошел, и на том, как говорится, все заканчивается, субботние мероприятия. Нет, 4 апреля я опять настраиваю вас всех на то, чтобы мы также организованно вышли и организованно поработали на благо чистоты и порядка у нас в городе. Что касается здесь погодных условий, погодные условия уже будут благоприятными, хотя сомневались в этой субботе, меня тут уговаривали отменить субботник, так как снег будет. Но я вам говорю, погода заказана, настраивайтесь на субботник 4 апреля. Все. Почему? Потому что у нас нет времени на раскачку. 12 апреля Пасха, и мы к Пасхе должны все во всеоружии все подготовить наши, даже те объекты, которые будут массово посещаться и на Красной Горке. Работы на кладбищах и вообще по благоустройству у нас еще очень много, поэтому настраивайтесь на позитивчик. Что касается здесь вопросов по восстановительным процессам, у нас идущим в городе. В действительности сегодня город начинает постепенно оживать в том плане то, что у нас после тех больших разрушений в городе в действительности это присутствовало. И у нас сегодня нужно отдать должное, хотя вот сегодня мы почтили память тем нашим, как говорится, бойцам трудового фронта, которые, несмотря на свои все сложности, пытаются помочь городу в восстановлении всех наших объектов. По электроснабжению на сегодня у нас город, ну, будем говорить, с электроснабжением в полном объеме. Единственное, там у нас есть ряд мелких заявок, это в частности у нас на сегодня на утро оставалось две заявочки по восточному РЭСу, но все получается в рамках, как говорится, плановости. Все, что касается теплоснабжения, отходим мы от тех всех потрясений зимних, где нас застала врасплох, я имею в виду морозная погода, но сейчас предприятия все организованы, работают по восстановлению. Понятно, что не хватает пока материальных средств, там материалов, но в то же время все настроены тоже на восстановительный процесс для того, чтобы успеть до 15 апреля хотя бы обозначить те объемы работ на подготовительный период летом нашего жилого фонда. Что касается здесь по объектам социальным, тоже по этим направленностям идет, работает и здравоохранение, работает и отдел образования, здесь не отымешь и отдел культуры, работают на своих объектах, восстанавливают все, что нужно, требуют в себе особого подхода. Я единственное здесь хочу заострить внимание в том, что все эти организационные мероприятия и работы должны правильно планироваться, чтобы мы не делали одну и ту же работу по 3-4 подхода. Почему? Потому что в действительности это и трудозатратно, мы переделываем работу, то есть, с другой стороны, время нам не позволяет так халатно относиться ко всем моментам. По организации, здесь у нас департамент ЖКХ, здесь у нас работает отдел по восстановлению, поэтому, пожалуйста, все какие-то вопросы возникающие, вдруг, пожалуйста, мы готовы откликнуться, посоветовать, подсказать и в правильном направлении идти. Никому отказано не будет. Все, что касается здесь по восстановлению, я еще хотел по вопросам благоустройства, раз мы уже идем, после аварийных ситуаций, которые возникали в зимний период, особенно здесь у нас и по водоканалу, и по теплосетям, по РЭСам, там, где мы вскрывали наши земляные работы, вели, сегодня нам нужно возвращаться опять к вопросам благоустройства и устранять. Почему? Потому что то было в хаотичном состоянии, мы все зарывали, засыпали, все это буераки нужно убирать. Сегодня есть вопрос, если где-то отсыпочный материал, щебенек, мы готовы откликнуться, подсказать, где можно взять, но наши центральные магистрали, особенно вот такие улицы, животрепещущие, как проспект Победы, улица Ленина, Пушкинская, нам нужно подвосстановить тротуары, потому что ходить по тротуарам, пока горожанам не подручно. Очень много грязи на тротуарах, поэтому водоканал здесь в первую очередь и теплосетя. Ну теплосетя идут, но нужно чуть больше планировки сейчас дать внимание. Ну и подходы к нашим садикам и школам, потому что ребятишки сейчас ходят, все эти подходы нам нужно и садик, и школы, все здесь навести порядок, я имею в виду по вопросам благоустройства, убрать эти ветки, особенно деревья, которые в полу таком состоянии, в полу, как говорится, согнутом, висят над головами, потому что вот, посмотрите, ну далеко не надо ходить, возле Барсли висит эта ива, которая диаметром этой ветки, длиной 5-6 метров и диаметром 200-300 миллиметров. Если она кому-то нечаянно прохожему упадет на голову, то мало не покажется. Поэтому я вот такие вот моменты заостряю внимание, и нам нужно навести здесь порядок. Ну по платежам у нас уже заработало, спасибо, Горгаз вчера откликнулись, все работники, которые имели задолженность, или там хотели проплатить за газовое хозяйство, там за использование газа, все получается очень хорошо, довольный Горгаз, место мы выделяем, технику выделяем, вот сейчас на завтра настроены, всем объявляю, завтра здесь в здании, в центре административных услуг будет производиться оплата за электроэнергию, уже в рамках города. Пожалуйста, кто имеет возможность оплатить средства, пожалуйста, здесь эта служба будет работать. Со сбытом, значит, договорено по электроснабжению. Пожалуйста, вот такие моменты. Ну и прошу, потому что все ЖЭКи у нас работают на платежах, которые поступают от наших горожан. Прошу тоже поучаствовать в погашении задолженностей по всем коммунальным услугам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин